Ребята, у меня просто нет слов. Этот год, год каких-то открытий. А то, что я сейчас тебе скажу, на самом деле серьёзно. Недавно, как ты знаешь, я приобрёл PlayStation 4 и Red Dead Redemption 2. Очень крутая игра. Но мне никак не удается найти что-то удивительное и интересное, чтобы снять. И так вот, есть у меня знакомый, у которого тоже появилась Red Dead Redemption 2. Но он, в отличие от меня, смог найти интересные вещи. Поэтому, советую тебе глянуть по подсказке сверху. Переходи обязательно, ты не пожалеешь. Птицы, птицы, ко мне карпатронных. Барсик, барсик, не прыгай за двери, барсик! И так вот, как вы помните, около двух месяцев назад я вам показывал GTA 5 на мобильном устройстве. Вот в этом видео. Я был тогда в шоке. И вот, я не думал, что даже до такого дойдёт. Я думал, это будет вообще конец. Нет, ребят, нет. А на этом всё не закончилось. Посмотрите. Как вы поняли, сейчас я вам покажу GTA 4 на телефон. Ребят, я только недавно её обнаружил. Буквально сегодня. И я не мог её оставить без внимания. Я должен вам её, ребят, показать. Ах, я думаю, вы тоже сейчас будете в таком же шоке, как и я. Все ждали и, наконец-таки, дождались. Поехали запускать. Посмотрите. Тут даже музыка, как в оригинальной GTA 4. Всё-таки решили добавить любителя. Да, как вы поняли, это не официальный релиз от Rockstar. Это всё лишь лепительская версия GTA 4. Но, всё-таки, посмотрите. Вот она. Давайте сейчас зайдём в опции. Посмотрим, что у нас здесь есть. В графику можно что-то тут поменять. Давайте попробуем изменить всё на максимум. Тени. Ну, я не знаю. Немножко у меня есть сомнения насчёт теней в GTA 4. Как вы помните, GTA 4 не такая уж оптимизированная на ПК. Тени там дают огромную нагрузку на ПК. Но сейчас нынешние видеокарты способны с этим справиться. Так что с этим проблем уже нет. Но старые видеокарты по-прежнему не могут совладать с этой игрой. Давайте, ребят, начнём. Нажмём старт. Вот они. Заставки. Всё как и должно быть. Не думал, что это когда-нибудь произойдёт. Я надеюсь, что разработка продолжается. И когда-нибудь, я уверен... Да, даже катсцена начальная. Посмотрите. Надеюсь, когда-нибудь это произойдёт, что Rockstar сам выпустит это на мобильный телефон. Может быть, лет через 10 это произойдёт. Не знаю. Ой, право. Ай, прошу прощения. Но, возможно, это так и будет. Как вы поняли, это просто видео начальной заставки, снятое с компьютера и добавлено сюда. Ничего, в принципе, особенного здесь нет. Давайте тогда в таком случае... Просто пропустим. Вот. Посмотрите. Я пропустил. Немножко нужно подождать. Я толком-то и вообще не запускал. Посмотрите. Ника у нас садится в тачку. У нас радио играет. Владивосток. То, которое есть в GTA 4. Те же самые диалоги. Посмотрите. Какая красота. И не лагает. Так сильно, как... Так, GTA 5. И даже, мне кажется, физика немножко... Перенесена. Думал, застрял. Нет. Не застрял. Тихо-тихо-тихо. Куда ты разогнался-то, а? Давай аккуратненько. Поворачиваем. Надеюсь, тут есть трафик. Я не выезжал из этого пирса вообще. Давайте посмотрим. Так, у нас тут есть камера. Побежать, отдалять. Карта. Ага, карта. Посмотрите. С метками. Да давай же ты. Ёлки-палки. Едь уже. Что у нас по городу? Город пустой. Я так полагаю, тачки не добавили. Но что-то у него с управлением. Я нажимаю. И она еще продолжает потом ехать. Когда вот нажимаю назад, она все-все еще едет. Нужно ручь самостоятельно тормозить. Тачка хорошо прорисована. Но это даже не имеет никакого значения. Самое главное, чтобы это все было оптимизировано здесь. Честно, я не вникал в подробности установки, что это все выйдет в скором времени. Я приехал? Да, я приехал на метку. Давайте посмотрим. This is the mention? It's just temporary phrasal. На компьютере. Так, чтобы продолжить, нужно было ввести код user2019. Я его оставлю в описании. Но при этом вы должны обязательно поставить лайк. Да, потому что... Ну, все-таки вот такой вот интересный момент я решил вам показать. Да, конечно, мог взломить цену, там, 5000 лайков или 6000 лайков. Но я подумал, что это бессмысленно, потому что, в принципе, в этой игре-то делать, по сути, нечего. Ты просто ездишь, я так смотрю, да, и тут даже оборванная текстура, не доделана ничего. Но присутствует здесь физика. Интересная. Причем, похоже, как ГТА-4. Интересно, что у нас с повреждением. Давайте попробуем. Нет, 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 нет. Повреждения не очень. Так, хотя какая тут физика ГТА-4 даже здесь не пахнет. Давайте объедим этот город, посмотрим, что здесь у нас. Ну, похоже на то место, где у нас появляется вначале не кобелик. Ну, хотя да, это, ребята, оправданно. Все это весит примерно 400 мегабайт. Ну, на 400 мегабайт это действительно и похоже. Такая небольшая локация, которая в себя не так много вмещает. Наверное, так должно быть. Если все делать, если делать полностью ГТА-4, то она должна весить как минимум гигабайт 5. Если на компьютер она весит 10, то, может быть, здесь 5 или 6 в ужатом состоянии. Так, интересно, можно ли забраться на мост? Надо попробовать. Едь ты, елки-палки, чё ж ты такое-то? Так что, ребята, обязательно ставьте большую щепальку вверх. Также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. И жмите обязательно на колокольчик. И рассказывайте друзьям о том, что вышла ГТА-4 на телефон. Ну, нет официальных разработчиков, но от любителей, которые не забыли эту игру и решили портировать её на телефон. Ну-ка, а как мы можем вообще ходить? Мне просто интересно. Ну, тачку мы двигать можем, потому что у нас физика хорошая. Такс, прыж, кок. Ну, как Ника, как Ника и прыгал в ГТА-4. А, она исчезла? А, нет. Ну-ка, даже телефон можем доздать. Ничего себе. Это радует. Фу. А можем ли мы позвонить 911? А, нет, можем? Да ладно. Мы даже звонить можем. Серьёзно? Можем даже звонить? Хорошо сделали. Мне нравится. Ну-ка, 911. Пальцы толстые, не получается нажать. Абонент занят. Видимо, этот момент не добавлено. Я думаю, тоже чит-коды не добавлено. Ну, так, возможность звонить. Хоть какая, но присутствует. Звук. Напоминает, напоминает какую-то тачку с ГТА-4. Радует, что кто-то действительно этим занимается. Вау, можем даже упасть в угол. А это даже не вода. Это какой-то, это лёд. Как как будто-то лёд. Замерзшая текстура. Ну, в общем, обратно мы никак не вернёмся. Я думаю, на мост мы тоже не заберёмся, потому что, как минимум, наверное, там прохода нет. А в другом случае мы с него упадём. Да, карта небольшая, поэтому, в принципе, смотреть здесь-то и нечего. Экоголочек. И всё. 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 Города полного я не вижу. Вот на этом всё и заканчивается. Ну, зато здесь есть смена дня и ночи. Уже, кстати, светло. Хорошо. Вау. Ну-ка, мне очень интересно. А машина здесь взрывается? Да, ну-ка, смотрим. Смотрим, что у нас с Ника будет. Мне просто интересно. Кстати, задние колёса, говорят, как в GTA 4. Ну. Вау. И у него моделька совсем другая стала. Ну, Ника, вставай. Вставай. Нет, видимо, он больше не встанет. Это конец. Вот такой вот, ребят, момент. Я вам сегодня решил показать. Я думаю, на этом можно закончить, потому что Ника у нас лежит и не хочет вставать. В общем, я думаю, вы поняли. Или я думаю, вы знаете, где это всё искать. Так что спасибо, что остались со мной до самого конца. Обязательно, обязательно оцените это видео. Подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Я думаю, это достойно внимания. В общем, рассказывайте так же друзьям. Я уверен, они удивятся. И надеюсь, надеюсь, что когда-нибудь GTA 4 всё-таки выйдет на телефон с её уникальной механикой. Да. Вождение автомобилей и повреждений. В общем, спасибо, что остались со мной до самого конца. С вами был, как всегда, я, Орали. Желаю вам, ребят, всем успехов. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам всем настроения. И увидимся уже в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok